Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросам реализации нацпроектов на территории республики. Были заслушаны доклады руководителей ряда ведомств, курирующих ход выполнения федеральных и региональных программ. В частности, участники заседания отчитались о том, на какой стадии находятся такие важные для развития региона проекты, как демография, модернизация школьных систем образования, безопасные и качественные автомобильные дороги, формирование комфортной городской среды. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2022 году запланировано благоустройство 50 дворовых и 13 общественных территорий в 22 населенных пунктах республики. По всей стране приступили к реализации нацпроекта по модернизации школьной системы образования. В нашей республике капитальному ремонту по федеральной программе подвержены 23 школы. В каждом регионе созданы рабочие группы по мониторингу проводимых работ. На одном из объектов аула Эльбурган побывала и наша съемочная группа. О том, какие строительные работы ведутся в школе, когда их планируют завершить и куда определили детей на время ремонта, узнавала Альбина Ламкова. Я очень рада, что делают ремонт, потому что там были некоторые неудобства в школе. Сейчас это все, говорят, исправят. И будет гораздо удобнее учиться. Места тоже гораздо больше будет. Школа аула Эльбурган была построена в 1969 году. За все это время проводили только косметический ремонт, но не капитальный. Поэтому здание уже давно созрело к организации масштабных строительных работ. Стартовали они в середине февраля. А тем временем, чтобы образовательный процесс продолжался, детей перевели в старое здание детского сада «Ленушка». Сами дошколята учатся в новом здании. А у школьников занятия проходят в две смены. Часы не сокращены. Мне нравится учиться. Я люблю предметы, потому что они дают много знаний. А в этой школе тебе новая нравится учиться? Или тебе прежняя школа нравилась? Прежняя? А что у тебя в прежней школе сейчас? Там ремонт. Школьники получают необходимые знания в полном объеме. Хотя и созданы для них все условия, все мечтают вернуться в родную школу. Хочу побыстрее вернуться. Я учусь в четвертом классе. Мне нравится сюда ходить. Очень. Я хочу учиться в современной школе. Я хочу, чтобы в школе нашей я увидела очень красивые классы. Чтобы там было очень красиво. Красивые стены, красивые парты, красивые доски. Учителя и ученики в предвкушении. Наверняка открытие школы после капитального ремонта воодушевит каждого. Чтобы закончить работы в срок, рабочие трудятся на совесть. Строительство лет, наверное, 25, если не 30. 90% демонтажных работ уже выполнено. На данном этапе работает сразу 6 бригад. У всех свои обязанности. Кто-то проводит отделочные работы, а кто-то занят электропроводкой. Каждый из строителей стремится к качественному выполнению работ. Занимаемся электрикой больше 20 лет. На данном этапе у нас происходит замена электропроводки. Сколько человек занимается электричеством вместе с вами? Вместе со мной 4 человека. Они перегородку берут. Хорошо, здесь вопрос задеть. За всем уследить сложно. Но возможно. Для этих целей и создана комиссия для мониторинга объектов. Хорошее начало и работникам, и строителям, и УКСУ, и директору школы, всем, которые занимаются этим вопросом, можно сегодня сказать, ну, на отлично. А если у вас замечание? Процесс идёт. Никаких замечаний нет. Люди работают. Ещё за ходом выполнения работ наблюдает и штабы родительского общественного контроля. Директор школы Фатима Шаева тоже ежедневно посещает школу. Она, как никто другой, понимает, что от качества работ зависит будущее учебного заведения. Мы очень хотим вернуться в нашу школу очень быстро. И мы надеемся, что к первому сентября мы вернёмся в современную, комфортную, новую школу. В ближайшее время предстоит полная замена кровли. Работы идут согласно проекту, не отходя от документации. Сдача объекта запланирована уже в августе. Строительное сооружение, находящееся в эксплуатации несколько десятилетий, нуждалось в капитальном ремонте. Работы проводятся серьёзные. Ну а как же? Речь идёт о наших детях. Рисковать их здоровьем и безопасностью нельзя. Основная динамика по проводимому ремонту будет видна уже через месяц. Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Абазинский район. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол на тему «Ситуация на рынке потребительских цен на социально значимые товары в регионе и меры поддержки предпринимательства». В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. До начала круглого стола состоялся пресс-подход с участием представителя антимонопольной службы Республики Ину Саматакаева, где журналисты узнали о промежуточных итогах ведомства по вопросу ценовой политики на социально значимые продовольственные товары. «Сделаны выводы о том, что цены носят разнонаправленный характер. И оснований для вывода о наличии сговора на сегодняшний день пока не зафиксировано. Рост цен в общей своей массе обусловлен именно ростом закупочных цен. Вот с тем, чтобы выявить всю товаропроводящую цепочку от производителей до торговых сетей, вот нами, соответственно, и делаются определенные запросы». Ину Саматакаев ответил и по повышению цен на аптечные препараты. «Есть перечень жизненеобходимых и важных лекарственных препаратов, надзор за которыми осуществляет Росздравнадзор. Цены на них, это предельно допустимые цены, устанавливаются, контролируются фасом России, но сама контрольная работа осуществляется Росздравнадзорной». Жители региона также столкнулись с заменой ценников на товарах, а также их полное отсутствие, на что представитель ведомства ответил следующее. «Действительно, многие сталкиваются с тем, что на полке анонсирована одна цена, а на выходе мы в чеках видим другую цену. В данном случае необходимо, ну, в том числе, конечно, обращайтесь к нам. Вот мы оценим эту ситуацию, и если это полномочия иных органов, в том числе правоохранительных, мы, соответственно, перенаправим в соответствии с законом 59 МФЗ о порядке приема и обращения». Участники «Круглого стола» обсудили экономическую ситуацию и в стране, и в республике, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. «Мы знаем, что сейчас правительство Российской Федерации и правительство Карачаева-Черкесии разрабатывает меры поддержки непосредственно, соответственно, и товаров, в том числе и производителей, и в том числе и поддержка наших граждан. Знаем, что сейчас мы будем говорить о тех налоговых льготах, которые для наших предпринимателей принимаются, да, меры поддержки отдельных отраслей принимаются у нас». Присутствующие сошлись в едином мнении, что необходимо сделать всё возможное для сдерживания роста цен на продовольствие, а особенно на товары первой необходимости. Они должны оставаться доступными для людей. В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства ведомство незамедлительно будет принимать меры реагирования. Обращаться по телефону горячей линии 8 878 226 6902. Альбина Курочинова, Кенжио, Мухаммед Ишибоков. Вести. Карачаево. Черкисия. На выезде из Черкеска в районе ресторана «Роял Холл» произошло ДТП, в котором пострадал пассажир. 4 марта на выезде из Черкеска в сторону «Джигуты» водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь по данному направлению, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2107 и был доставлен в лечебное учреждение. У водителей произведен забор крови на исследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Настало время прогноза погоды. После продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5, в горах до 10 градусов мороза днем 3-8, выше нуля и местами минус 3-2, на дорогах Гололедица. В Черкесске облачно, небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 5-7 градусов, выше нуля, ночью на дорогах Гололедица. С 6 по 9 апреля более 300 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для деревообработки и мебельного производства на выставке ЮМИЦ. Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ЮМИЦ на сайте юмитс.ру. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промокоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1,5 тысяч рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 119 человек. Из них 43 712 выздоровели, 57 человек госпитализированы. Сегодня день работника культуры с профессиональным праздником работников культуры и деятелей искусств Карачаева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. На вашей плечи возложена почетная и ответственная миссия хранить духовное богатство нашего региона, открывать миру уникальное культурное наследие народов Карачаева-Черкесии, раскрывать многогранный культурный потенциал нашей страны. За последние годы в республике построено и реконструировано более трех десятков домов культуры, и эта работа продолжается. Желаю вам творческих успехов. В картинной галереи Черкеска прошла выставка работ художников Северного Кавказа под названием «Кавказ. Пленер друзья». Кто принимает участие и какое разнообразие красок предстанет перед ценителями искусства, расскажет Карчабиджиев. Северный Кавказ всегда славился своей непревзойденной красотой, удивительной, поражающей воображение природы, неизменно притягивающей к себе художников со всех уголков мира. Заснеженные вершины величественных гор, цветущие луга, густые хвойные леса и зеркальные озера с чистейшей водой одурманили ценителей искусства на создание картин, через которые они старались показать все то, что они лицезрели. Многих вдохновляла местная самобытная культура со своими обычаями и традициями. В картины галереи Черкеска прошла пятая выставка художественного проекта «Кавказ. Пленер. Друзья». На ней представлены работы талантливых художников из Чеченской Республики, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаевой Черкесии. Кавказ – это просто такой, я бы сказал, такой сундук с драгоценностями, вот с этими количеством огромной национальности, этнических групп. Проникали в культуру друг друга, находили взаимопонимание и развивали такое взаимовыгодное культурное сотрудничество. То есть проект, прежде всего, направили на объединение. Самое главное, что подрастающее поколение может не только ознакомиться с опытом экспертов живописи, но и ценить, какие техники художники используют в написании картин. Мне понравились очень картины с пленеров, быстрой зарисовки, потому что я считаю, что там отображается больше природы, чем в детально прописанных картинах, потому что там чувствуется живость. Приятно такое смотреть, искусство других людей. Очень завораживает. Нам это все пригодится. Я подчеркнул некоторые техники. Мне, в принципе, понравились все, но больше всего картина акварелью. Развитие искусства в нашем регионе в приоритете. Этот единый проект показывает дружбу наших народов и сотрудничество художников во благо культуры. Пленеры будут организованы в наших самых живописных местах. В Архизе, в Донбайе. Астрофизическая обсерватория в этом году станет объектом работы художников. Поэтому вот такие новые проекты, которые очень нужны республике. Сейчас, когда пандемия отошла, дали старт. И приятно, что Карачаево-Черкесия становится вот таким центром привлечения художников, мастеров искусства из всех регионов Кавказа. Горный край в произведениях нашего земляка Хасана Атаева предстает суровым, поэтично прекрасным. А сюжеты, невзирая на простоту и одинаковость образов, невероятно различны и неповторимы. Что немало удивляет, изумляет зрителя. Вот они меня пригласили, я выставил. У меня в основном акварели здесь, акварельные работы. До сегодняшнего дня акварелей, по-моему, не было. И они попросили, чтобы я выставил свои акварели. Более 70 картин семи художников из разных регионов Северного Кавказа будут радовать посетителей галереи до 30 марта. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия. И последнее. С 28 марта по 1 апреля в общественной приемной партии «Единая Россия» стартует тематическая неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Обращение жителей рассмотрят представители жилищного надзора и управления ЖКХ мэрии Черкеска. Подробную информацию можно получить по телефону 2012-20-01-11. Это все вести на сегодня. Приятных вам выходных и всего доброго.